Украина рассчитывает на начало переговоров о вступлении в Европейский Союз. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что если лидеры ЕС не дадут зеленый свет, это будет иметь разрушительные последствия для Киева и всего сообщества. Вопрос будет рассматриваться в конце этой недели. Я не могу себе представить и не хочу говорить о тех разрушительных последствиях, которые произойдут, если Совет не примет этого решения. Не только по Украине, но и в более широком смысле, по вопросу расширения в целом. Украина все равно будет членом ЕС. Единственный вопрос – сможет ли кто-то замедлить процесс, за что придется заплатить высокую цену? Или мы будем действовать гладко и с изяществом, и никому не придется говорить, искать оправдания здесь, в Брюсселе и в других столицах, чтобы объяснить, почему мы не выполнили данное обещание? Против открытия переговоров с Киевом выступает Будапешт. Накануне украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели неформальный разговор. Политики пересеклись в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации нового президента Аргентины. Их беседа попала в трансляцию на YouTube-канале. Власти обеих стран не раскрыли подробности разговора. На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном максимально откровенно и понятно, что о наших европейских делах. Сегодня же говорил с президентом Франции Макроном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйн. Два телефонных разговора. О совместной работе на уровне Евросоюза и о совместной защите Европы. Благодарен за поддержку. Виктор Орбан ранее потребовал снять с повестки саммита ЕС два важных решения, касающихся Украины. О помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро. И о начале переговоров о вступлении в Европейский Союз. Подробнее тему обсудим с сотрудником Карлового университета Александром Морозовым. Александр, здравствуйте. Добрый день, слышите меня? Да, Александр, я вас приветствую и благодарю за включение. Смотрите, давайте начнем с того, что в преддверии саммита ЕС, который назначен на конец рабочей недели, ощущается напряженность по поводу и риска блокирования премьером Венгрии, выделения финансирования Украине, и начала переговоров по вступлению. И во время визита в Аргентину Владимир Зеленский беседовал с Виктором Орбаном. И беседа, как мы видели, была явно эмоциональной, судя по тем видеокадрам. По-вашему, к чему готовиться? Мы ведь видим, что венгерский премьер настроен решительно. Да, действительно, Виктор Орбан занимает на сегодняшний момент бескомпромиссную позицию, близкую примерно к тому, какую занимал президент Турции Эрдоган по поводу вступления Швеции в НАТО. И это тоже представляло большую проблему и представляет. Но, тем не менее, там ситуация решается. Я думаю, что происходят очень важные шаги сейчас для того, чтобы позиция Виктора Орбана изменилась. И встреча, которая будет сейчас в конце недели, действительно, она довольно важна. Потому что, если на ней и не будут приняты те решения, которые так нужны Украине, то, во всяком случае, это будет шаг к тому, чтобы такие решения были приняты в первой половине следующего года. И я думаю, что за 3-6 месяцев Евросоюз сможет изменить позицию Виктора Орбана. Александр, а если мы можем раскрыть скобки, то есть, немножко, возможно, поговорим об условиях Виктора Орбана. Что он будет выторговывать себе сейчас? Как вы думаете? Это непростой вопрос. Потому что в последние 2-3 года Орбан делает заявление и делает шаги, которые ставят его, Вингрю, под угрозу лишения всех тех субсидий, которые полагаются странам Евросоюза. От Евросоюза в целом на разные большие инфраструктурные проекты. Орбан смело этим рискует, лишая Венгрию этих средств. И показывает, что это для него ничего не значит. А требования его к Украине, они достаточно формальны. Потому что публично заявляется только о положении венгерского меньшинства в Украине. Эта проблема существует, действительно, но она вполне решима. И думаю, что и Киев может пойти здесь на какие-то шаги для того, чтобы эту проблему решить. И Венгрия со своей стороны может смягчить позицию. Публично только эта сторона известна. В остальном, по всей видимости, Орбан, как и нынешний премьер Словакии Роберт Фитца, они оба занимают позицию о том, что можно оказывать гуманитарную помощь Украине, но не оказывать военной помощи. Эта, конечно, позиция полностью расходится сейчас с реальностью, потому что и словацкие частные фирмы уже подписали контракты на военную поддержку Украины. И я думаю, что и венгерские фирмы готовы в этом участвовать и хотели бы. Но позиция Орбана такова. Я не знаю, я могу ответить на вопрос, вокруг чего может быть построен то. Но я думаю, что европейские дипломаты и политики Германии, Франции и Швеции, во всяком случае трех крупнейших экономик Евросоюза, и основные доноры Евросоюза, они могли бы и могут повлиять на позицию Орбана. Посмотрим, чем это закончится. Ну, помимо этого, Виктор Орбан еще и не скрывает своих связей с президентом России. И его позиция ставит под угрозу срыва, в том числе и принятие 12-го пакета санкций. Ведь это тоже требует единогласной поддержки всех 27 стран блока. И в ЕС говорят, что Союз, в принципе, переживает ключевой момент. Вы с этим согласны? И может ли Евросоюз найти выход из положения, скажем, поменять процедуру голосования, возможно? Да, это обсуждается совершенно верно. Вопрос о том, чтобы изменить порядок голосования, принятие решения, то есть принять решение, которое позволяет в некоторых случаях принимать решение без консенсуса, сейчас идет большая дискуссия. Одни опасаются этого и говорят, что это откроет дверь тогда к разного рода формированию микроблоков внутри Евросоюза. Другие говорят, нет, ничего страшного не будет, потому что это будет касаться только чрезвычайных ситуаций. Я думаю, что да, Евросоюз, если не сможет изменить позиции Венгрии с помощью переговоров и достижения консенсуса, то да, придется, несомненно, в следующем году добиться ситуации, при которой мнение Виктора Орбана будет игнорироваться при принятии решений в отношении поддержки Украины. Говоря о поддержке Украины, Европа, в принципе, обещала поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Да, мы это слышали не единожды. На карту сейчас поставлен в том числе авторитет Европы или не все так пессимистично, как вы думаете? Нет, я думаю, да, что здесь нет оснований для большого пессимизма, потому что разногласия внутри Евросоюза всегда были достаточно серьезными. И даже больше того, они в прошлом уже привели к Брэнзиту, то есть выходу Великобритании из Евросоюза. Это все-таки большие и важные исторические процессы, но при этом мы видим хорошо, что внутри Евросоюза есть большая группа стран, как раз страны с большими сильными экономиками. Это и Германия, Польша, Чехия, Швеция. Плюс к ним примыкают Чехия, которая довольно крепко стоит из страны Балтии. Они настроены поддерживать Украину дальше. Они составляют ядро этой поддержки внутри стран Евросоюза. Даже если не будет общего решения Евросоюза, эти страны не откажутся от поддержки Украины, будут продолжать оказывать поддержку. Таким образом, Украина получит те средства, которые ей нужны, но в другом формате. Но для самого Евросоюза, конечно, это очень существенный предмет дискуссии. Как быть? Что делать, если одна из стран занимает настолько неконсолидированную позицию и настолько привыкает к агрессивной стороне войны, как это Венгрия сегодня? Давайте поговорим в этом ключе и о США. Известно, что Владимир Зеленский отправился в Штаты. Там он должен встретиться с президентом Джо Байденом. И завтра он еще выступит перед Сенатом. И это, кстати, после того, как на прошлой неделе президент Украины отказался выступать перед Конгрессом по видеосвязи. По-вашему, о чем это говорит? Киев может не получить обещанной помощи? Насколько я слышал, в Вашингтоне, да и, собственно говоря, в Киеве сейчас, в офисе и вокруг, все-таки все убеждены, что помощь Украине будет на 2024 год оказана точно. Да, у многих есть сомнения, будет ли эта помощь в 2025 году, когда сменится в ноябре следующего года администрация в США. Это еще вопрос. Может быть, она сохранится на 2025 год. На 2024 год этот запланированный пакет, который застрял, будет все-таки выделен. Я думаю, именно поэтому Зеленский решил запланировать очный визит в США, а не просто выступить по каналам связи, видеосвязи. Потому что это сложная поездка, она не просто готовилась. Там в Соединенных Штатах неохотно, как я слышал, хотели принимать господина Ермака в какой-то момент, брали паузу для этой встречи. И то, что встреча у Зеленского сейчас состоялась, мне кажется, это очень важно. Это будет некоторым прорывом в отношении этого пакета помощи. Давайте еще ненадолго вернемся в Европу. Премьер-министр Эстонии Кая Калас, она предостерегает коллег по ЕС, что Западу необходим план длительной борьбы. А ложная надежда на скорое разрешение конфликта и на переговоры – это такая ловушка. «Из желания переговоров исходят от тех, кто хочет любой ценой стабилизировать отношения с Россией». Это ее цитата. Довольно категоричное высказывание. Согласны ли вы с ней? И как по-вашему, почему заявление подобного рода скорее редкость? Ну, я бы не сказал так, что это какая-то редкая позиция. Дело в том, что где? Внутри стран Евросоюза нет сейчас ни одного спикера, за исключением, может быть, Виктора Орбана. Нет ни одного крупного публичного спикера, кто говорил бы о том, что возможны мирные переговоры сейчас. Скорее наоборот. Мне кажется, что здесь руководитель, руководница Эстонии, она реагирует на газетные публикации. Мы видим хорошо, что прошла серия публикаций. Это независимая журналистика, экспертное выступление. В «Вошингтон пост», в ряде других изданий. О том, что существует усталость от войны, что усталость от войны может привести к отказу от поддержки Украины. Существует недовольство тем, как состоялось контрнаступление украинское и так далее. Все это все читают. И из этого возникает впечатление, что кто-то, где-то пытается затеять мирный процесс или какой-то мирный переговор за спиной у остальных участников. Но в реальности этого нет. Мы не знаем и нет никаких свидетельств, что есть какие-то переговорные треки. Возможно, что Владимир Путин зондирует какие-то переговорные возможности через Абудаби, через Арабские Эмираты. Но и это не является каким-то доказанным фактом. Так что я бы осторожно относился к сообщениям о том, что кто-то инициирует переговоры. В данный момент хорошо видно, что Кремль ведет активные боевые действия со своей стороны, вновь обстреливает Киев и при этом активно готовится к войне в 2024 году. Но и Киев со своей стороны хорошо это понимает. И мы видели заявления и американских воспоставленных военных, и натовских военных о том, что надо готовиться к весенней кампании весной. И страны-союзники Украины готовятся к этому. Готовятся к тому, чтобы она была вооружена, если весной начнется большое новое наступление Кремля на Украину. Александр, хочу успеть с вами поговорить о Молдове. Недавно наш премьер-министр Дарин Ричан заявлял, что позиция власти такова. Мы должны быть вместе с Украиной в процессе открытия переговоров. Вы рассматриваете возможность, что Киев и Кишинев могут пойти по разным путям в вопросе начала переговоров о вступлении в ЕС? Да, конечно. Поскольку действительно были заявления руководителей Евросоюза о том, что открывается такой трек для Украины и Молдовы по интеграции в Евросоюз. Но это не означает, что этот трек пойдет одновременно, полностью синхронно, две страны. Конечно, как только непосредственно начнутся переговоры и активная работа по интеграции, то, разумеется, возникнет два пути с разным темпом. И ничего в этом чрезвычайного нет, потому что главное, конечно, это принципиальное решение Евросоюза. Если оно будет уже зафиксировано и будут открыты переговорные направления, то тогда это уже вопрос только времени. И Молдова, конечно, вместе с Украиной в результате окажется в Евросоюзе. Александр, спасибо вам еще раз за включение, за интересную беседу. Спасибо, до встречи. Всего доброго. Я напомню, для зрителей у нас на связи был политолог из Праги Александр Морозов, с которым мы поговорили о грядущем саммите АЭС. Продолжаем выпуск.